Музыка Следующий наш выступающий это председатель правления Айльбанк Телег Алимджанов. Выступление у него будет на тему «Исламские принципы финансирования, перспективы развития». Очень интересная тема. Я помню, где-то лет 16 тому назад у нас появился первый банк, который начал практиковать исламское финансирование. И потом этот пилот продлился 16 лет почему-то. И я так понимаю, недавно он закончился, и наконец-то мы уже приняли какие-то правила игры. И вот это направление тоже начнет развиваться. Пожалуйста, Телег, к слову вам. Добрый день. Мне очень приятно всех здесь приветствовать. Хорошая площадка именно обмена мнением и опытами. Если мы говорим, конечно, про исламские принципы финансирования, она достаточно интересная. И когда говорится 16 лет, наверное, все это исходит от спроса. Особенно, наверное, в последнее время мы видим именно рост спроса клиентов на услуги, банковские услуги по исламским принципам. Ну, наверное, это в любом случае, я так понимаю, это тенденция такова. Если мы говорим про исламские принципы финансирования, конечно, хотелось бы чуть-чуть дать небольшое понимание к определенным тезисам, чтобы, ну, как бы, скажем так, дальше правильно разговаривать. Основные продукты по исламским принципам, это на данный момент получается мурабаха. В принципе, по-простому это, ну, в традиционном кредитовании, если его сравнивать, это вид кредита, сделка предусматривает продажу и рассрочку товаров. По просьбе клиента покупается банком, либо банк владеет данным продуктом, да. Следующая там у дараба – это депозиты по исламским принципам. Карт Хасан – это, ну, сравнивая с открытием расчетного счета, да. И Джира – это лизинг, операция по исламским принципам. Ну, и еще одним немаловажным таким пониманием, когда мы говорим про реализацию исламских принципов финансирования, это является шариатский совет. Зачастую очень много вопросов задается, насколько соответствуют вообще те банки, которые предоставляют услуги по исламскому принципу, да, насколько они соответствуют, кто это контролирует и кто смотрит. И в данном случае, хотелось бы сказать, что есть такой, как шариатский совет, практически в каждых банках он есть. Он формируется именно из тех людей с знаниями шариата, которые одобряют те или иные нормативы и документы, которые должны в последующем при использовании банков соответствовать именно шариату. И небольшой, давайте так, экскурс по тому, как Айлбанк данный продукт открывал и какие пути ему прошли. Когда мы говорим про открытие самского окна, ввиду активного спроса, также пожелания, да, скажем так, так как мы являемся 100% государственным банком, да, пожелания руководства страны, чтобы мы в этом направлении активно шли. В 2022 году было принято решение о том, чтобы открыть в Айлбанке самское окно. В течение чуть больше полугода нами была получена лицензия в Национальном банке. В последующем потребовалось еще полгода, чтобы полученные лицензии внедрить в жизнь и уже первый продукт запустить. Первый продукт, либо первый проект финансирования у нас произошел 27 апреля 2023 года. И итогом этого является на сегодняшний день открытие 10 филиалов в Айлбанке, открытие исламских окон. Это практически по всей республике нашей. Дальше получаются результаты по итогам 2023 года. Это 228 миллионов суммов в кредитный портфель по исламскому финансированию и 160 действующих клиентов. Но в любом случае это результаты банка, которые на данный момент имеем. Но хотелось бы рассказать, честно говоря, не об этом, какие мы получили результаты. Есть достаточно такой очень тяжелый момент при реализации данного направления. Это было автоматизация. Когда мы говорим учет, учет именно исламских принципов, он не стандартный, но он отличается от традиционного банкинга. И очень мало поставщиков, которые этим занимаются. Именно автоматизация. Мы, когда начали внедрять именно исламские принципы, начали искать поставщиков, кто бы мог этим заняться. Но это было достаточно тяжело. И зачастую это в основном поставщики были те, которые просто традиционный АБС брали и пытались его переделать. Насколько она соответствовала, опять же, тем же исламским принципам. Либо насколько она соответствовала требованиям АОФИ, тоже было непонятно. Поэтому именно своими силами, силами сотрудников Айлбанка плюс силами нашего вендора мы проделали достаточно большую работу, которая нам позволила два больших модуля. Это получается модуль Мурабаха и модуль Мудараба в АБС-ке внедрить так, чтобы она именно соответствовала. Мы были одними из первых банков, которые именно внедренные модули соответствовали именно исламскому принципам по новому стандарту АОФИ. На данный момент, в принципе, те внедренные процессы, которые у нас на данный момент в банке есть, я могу с уверенностью и гордостью говорить о том, что они соответствуют именно исламу, шариату. И для, скажем так, принципиальных наших клиентов, которые именно внутри задаются вопросом, насколько соответствуют те услуги, которые когда приходят в тот или иной банк. Но на данный момент вообще в республике нашей не очень много банков, которые вообще предоставляют исламские финансирования, соответствуют. И я однозначно могу сказать, что, в принципе, в этой части было очень много работы сделано, и наши клиенты могут с уверенностью приходить и получать именно услуги в нашем банке, и не беспокоиться, соответствуют ли, либо не соответствуют это исламу. Вот о чем я хотел сказать. В принципе, это очень коротко. Всем спасибо за внимание.